Давайте, давайте будем начинать. У нас сегодня очень важная и интересная тема, и мы постараемся, чтобы эти несколько часов не прошли для нас, ну скажем так, бесследно, потому что вода это самая главная тема в жизни, которой нужно овладеть. Мы вчера с вами говорили про пять энергетических, скажем так, источников, которые в нашей жизни присутствуют для того, чтобы мы подзаряжались от них энергией. Их только пять. А я вам вчера говорила, что кто откроет шестой источник энергии, то, вероятно, может претендовать, ну как минимум, на Нобелевскую премию, потому что все остальные источники энергии, о которых мы думаем, что они как бы есть, на самом деле являются просто методами активации собственных внутренних энергетических возможностей. И что на самом деле существуют источники внутренней энергии, это наши клетки, это наши органы, это хранилища нашей энергетики. И существуют источники внешней энергии, к которым мы можем подключаться и заряжаться. Так вот, я вчера вам рассказывала не об источниках вашей внутренней энергии, которая находится в огромном, в бесконечном, в безграничном, так сказать, масштабе, потому что внутри у нас происходит постоянное накопление, постоянное переформирование, постоянное преобразование. То есть, я вам вчера говорила, что энергия никуда не исчезает и, так сказать, ниоткуда не рождается. Она просто переходит из одной формы в другую. И поэтому энергия наших клеток, она заложена нам генетически. И вот именно 100 лет жизни, которые нам отпущены, 100 и больше, это связано именно с энергетическим ресурсом клеток. Это определяется генетикой. Мы вчера с вами договорились, что существуют способы, при помощи которых мы можем получать эту энергию. И главный способ это Солнце. За счет Солнца вы берете фотоны различных спектров излучения, то есть волновая, теории очень много, но вы берете энергию Солнца. Воздух это консервированное Солнце. Я вам показывала вчера, как устроены молекулы гелия, атомы гелия, как устроены атомы кислорода. И, собственно, мы состоим из этих атомов, из атомов кислорода, водорода и углерода. И мы вам рассказывали, что при определенных условиях эти атомы соединяются и получается уникальная живая структура, которая называется вода. И я даже бы считала, что неправомочно к воде говорить, что такое вода, потому что что мы применяем больше всего к неодушевленным предметам. С водой надо обращаться совершенно по-другому. К воде уместно такое обращение, как кто такая вода. Потому что вода – это абсолютно одушевленный, абсолютно энергетический, абсолютно живой объект нашей природы. Поэтому мы должны с водой обращаться на «вы». Вода несет нам огромные тайны. Вода – это и есть жизнь. И обратите внимание, что у жизни и у воды абсолютно одинаковые глаголы. Русский язык не может ошибаться. И вода течет, вода сочится сквозь пальцы, она расплескивается, она утекает, она испаряется. И точно так же и жизнь – она утекает сквозь пальцы, она расплескивается, она течет. И точно так же информация – три главных слова в жизни. Информация, жизнь. Есть еще одно слово – время. Оно точно так же течет, оно точно так же просачивается сквозь пальцы, оно точно так же уходит в песок. И все те глаголы, которые мы можем применить к воде, они относятся к самым главным словам в нашей жизни. Жизнь, время, информация. И поэтому мы еще даже на тысячную долю не знаем, что такое вода. Мне хотелось бы, чтобы сегодня вы прикоснулись к этому великому таинству. Но я вас хочу разочаровать. Я сегодня не буду говорить 100% конкретные вещи, сколько каждый должен выпить, когда, как, почему и зачем. Потому что это отдельная тема. Вообще существует семь вопросов в русском языке, в великом русском языке, на которые мы должны научиться себе отвечать. Это что, где, когда, каким образом, сколько. Но самый главный вопрос – зачем. Самый главный вопрос – зачем в жизни. Если у вас есть зачем, то будет и сколько, и каким образом, и как, и с кем, и где, и когда. Если у вас нет вопроса зачем, то вопрос сколько не имеет никакого значения. Мы пришлем вам на имейл книгу, которая называется «Вода. Главная роль. Главная роль в жизни». И там написано, сколько пить, как пить, в каком виде пить. Там написано все практически про воду, что вам необходимо знать конкретно. И у нас будут в дальнейшем еще практические семинары, но без концептуальных знаний, без знаний общего уровня, общего формата, снизу вверх не поднимаются, всегда катятся с горы. То есть всегда информацию надо посмотреть самым широким, самой широкой полосой, а потом уже выделять из нее частности, конкретности. Потому что если мы засядем на мелочах, мы потеряем самое главное – мы потеряем смысл и суть. А смысл и суть всегда идут на общем уровне. Поэтому мне сегодня хочется передать вам информацию о смысле и сути, о роли воды в нашей жизни. И когда вы эту роль почувствуете, когда вы ее увидите, когда вы ее впитаете, когда вы поймете, что такое в вашей жизни вода, когда вы научитесь воду боготворить. То есть вода – это единственный, один из инструментов Бога, которым он управляет землей. Потому что вся информация, которая есть на планете, она записана на воду. Ни одна капля воды за миллиарды лет не улетела с нашей планеты. Атмосфера плотно держит любую каплю воды. Если вдруг где-то пробьется дырочка, и вода начнет улетать, это значит, улетит информация, это значит, улетит энергия, это значит, Земля прекратит свое существование. Вот до сих пор этого не происходило. Мы не знаем о роли воды в нашей жизни. Мы не знаем, каким образом она выполняет вот эту информационную программу. Мы только прикасаемся к этим великим тайнам воды. И нам повезло, мы участвовали в проекте, который назывался «Великая тайна воды». И это был потрясающий проект российского телевидения, который среди полного незнания вдруг обнаружил такие великие тайны, что люди, которые снимали этот фильм, у них даже жизнь изменилась. Потому что тот, кто поймет смысл, суть воды, и не только воды, потому что вода – это консервированное солнце. Мы вчера об этом уже говорили. И вода бывает добрая, вода бывает злой, вода бывает мягкой, вода бывает сильной. То есть она бывает всякой. То есть вода может исцелить человека, она может его спасти, вода может разрушить человека, она может уничтожить все живое на планете. Если произойдет какое-то магнитное изменение Земли, и, не дай бог, вода, так сказать, всколыхнется, и пойдут волны, то мы будем иметь очень бледный вид на этой Земле. Потому что всемирный потоп – это не то, что каждый бы хотел из нас пережить. Мы должны беречь воду, мы должны ее уважать, мы должны как можно больше знать о воде. Потому что в нашем организме существуют процессы, которые обеспечивает нам вода. Даже самый содержательный человек на 98% состоит из воды. Кстати, когда мы рождаемся, мы на 80% состоим, на 90%, а когда мы умираем, мы состоим на 50% из воды. Это значит, что вода по каким-то законам начинает покидать наше тело. И, соответственно, мы начинаем стареть. То есть не существует никакой старости в прямом смысле слова. Существует невозможность больше воспринимать своим уровнем энергетические потоки. И главный поток, который мы перестаем воспринимать – это вода. Потому что дыхание у нас сохраняется до последнего момента. Вот до того момента, пока мы не решаем, не принимаем решение уйти с этой Земли. А вода, она находится в нашем организме в таком уникальном состоянии, что она все время разная. Она все время разная. И поэтому мы сегодня будем говорить о воде во всех смыслах, во всех ее проявлениях. И мне хочется, чтобы частички нашей энергии – это моя любимая самая тема. И мне хочется, чтобы частички нашей энергии передались вам. И чтобы вы вдруг, если вы этого еще не делали до сих пор, начали любить и уважать воду. Это очень-очень важно. Начали дружить с водой. Начали общаться с водой. Начали ее боготворить. Начали ее благодарить. Потому что благодарность воде – это одно из величайших достижений человека. Если завтра мы проснемся, и из крана не потечет вода, то через три дня мы имеем возможность превратиться в недостаточно живых людей, скажем так. Поэтому очень важно, чтобы мы уже сейчас научились понимать некую информацию о воде. Значит, я буду рассказывать в достаточно медленном темпе, чтобы вы могли немножечко, скажем так, более воспринимать. Мы сейчас немножечко прервемся, буквально на одну секундочку, и снизим качество вещания. Потому что мы выходим в эфир на очень высоком качестве вещания. Ваши компьютеры не поддерживают это качество. Поэтому мы буквально на несколько секунд прервемся, снизим качество. Вы этого не заметите. Но многие люди смогут тогда полноценно с нами общаться. Мы в эфире, да? Значит, мы сейчас снизили качество вещания, и, значит, по просьбе тут позакрывали некоторые окна. Возможно, что у вас улучшится. Вы дайте, пожалуйста, обратную связь, потому что наши операторы, модераторы, работает целая большая команда людей, которые пытаются для вас наладить хорошее качество связи. Поэтому обо всем, что происходит, пишите, пожалуйста. Вот я вижу, тут уже пошли десяточки, и, значит, сейчас мы попробуем настроить. Но запись мы потом осуществим, в общем-то, в хорошем качестве. Все, что мы записываем, мы пришлем вам, и у вас будет возможность посмотреть, догнать. Я сама несколько раз была участником вебинаров, и я помню, как я нервничала, когда пропадал звук, и когда практически невозможно было что-то посмотреть, увидеть. Поэтому не волнуйтесь, держите равновесие, спокойствие, и спокойненько настраивайтесь, перезагружайтесь. А я продолжаю. Итак, вода, качество хорошее, было отличное, вот пишут, да? Ну, замечательно. Вас видят, вас слышат, и мы продолжаем работать. Итак, я продолжаю рассказывать о воде. Вода – это уникальное существо, живое, живое существо-вещество планеты, благодаря которому мы живем. И научиться правильно понимать свойства, смысл, суть воды – это, в общем-то, одна из главных наших задач. По какой-то несчастной случайности мы знаем, мы имеем очень много сведений в различных областях. У нас потрясающие сведения в математике, у нас в космических науках, и в балете даже мы впереди планеты всей. Но по воде знания начали прорваться буквально, ну вот, 10 лет назад. 10 лет назад я начала работать с водой, как врач именно. Меня изучала, меня… Я изучала поведение воды в организме человека, потому что я не эколог, и меня меньше интересует поведение воды в реках, в морях, в океанах. Меня интересует поведение воды в организме человека. Но познать это поведение воды, познакомиться с ним, можно только через осознание каких-то всеобщих свойств воды. Итак, в природе вода находится в огромном количестве. Это воздух, это облака. За мной будет идти слайд, и вы читайте слайд сами, я буду рассказывать информацию, не которая написана на слайде, а я буду рассказывать то, что я считаю нужным, но на слайде у вас находится дополнительная информация. Так вот, количество воды в природе, которая находится на нашей земле, огромное. Это и наземные, это и подземные воды, это и облака, это и океаны. Это вода, которая называется артериальная вода, то есть это вода живая. Это вода, которая называется венозная, кислая. Так как организм – это живая сфера, то там есть точно такие же артерии. Есть соленая вода, есть вода щелочная, есть вода кислая. И в зависимости от этого свойства воды совершенно резко, категорически резко изменяются. Вода в природе сконцентрирована в основном в соленом виде, потому что в ней огромное количество минералов. И эти минералы, просачиваясь, вымываясь из земли, делают более 90% воды непригодной для употребления человеком. Потому что она находится в состоянии, когда ее осматическое состояние, то есть присутствие в ней минеральных солей, не позволяют ее использовать. И это, кстати, самая большая, в общем, трагедия на планете. Потому что сейчас бутылка хорошей воды стоит гораздо дороже бутылки нефти. Потому что есть регионы, где воды практически нет. Есть регионы, где вода уходит, где реки мелеют. И в ближайшее буквально время все войны, которые происходили на планете из-за каких-то, условно говоря, из-за проблем с людской психикой, будут же происходить из-за источников воды. Чистой питьевой воды. Дальше, пожалуйста. Значит, вода в природе распределена неравномерно. У кого-то очень много воды, у кого-то очень мало. Это зависит тоже от многих причин. И если, так сказать, нам повезло, а нам с вами колоссально повезло, вы просто себе не представляете, как нам повезло, мы имеем возможность два раза в день принимать ванну. То есть 4 миллиарда человек на планете практически лишены этой возможности. Потому что они проживают в зоне либо с ограниченным количеством воды, либо в зоне с совершенно засушливым климатом. И поэтому некоторые люди не имеют возможности выпить даже пол-литра воды в день. Для них это, ну, просто непозволительная роскошь. И очень важно, чтобы мы это понимали. Потому что, когда мы включаем стиральную машинку, мы тратим 300 литров воды. Когда мы наполняем ванну, мы тратим от 150 литров воды. И можете себе представить, если мы стираем там два носка, полотенце и шапочку. То есть отпуская 300 литров лучшей, так сказать, питьевой воды, особенно в России, потому что в других странах вода техническая, ее нельзя употреблять. Я не скажу, что у нас вода лучшего, высочайшего качества, но ее можно пить. Поэтому, если кто-то выпьет стакан воды, он не отравится. Он может чем-то заболеть, заразиться. Вот как у нас произошло в Нижнем Новгороде, прорвалась кишечная палочка, вирус гепатита А, и 30 тысяч человек одновременно заболели. Поэтому мы всех предупреждаем, что не надо пить воду из-под крана, что могут быть любые проблемы, связанные с канализационными источниками. Но тем не менее, мы с вами счастливые люди, мы имеем доступ к свежей, чистой питьевой воде. И запасы чистой питьевой воды на нашей планете сконцентрированы тоже преимущественно в нашей стране. То есть у нас есть совершенно уникальное, поразительное озеро Байкал, где вода совершенно удивительного качества. Она настолько низкой минерализации, что если в нее опускается какой-то труп рыбы, например, то через некоторое время ничего не остается, потому что вода растворяет любые останки. И даже рыбы там обладают совершенно другими удивительными свойствами. И это глубоководное озеро. Обидно только, что человек, производя туалетную бумагу, длительное время загрязнял это озеро. То есть наш ум, наш разум в том плане, что мы не бережем воду, это будет очень плохая история, переданная нашим поколениям. Итак, воды в природе не очень много, особенно питьевой воды. И вода в природе находится в состоянии, когда она нуждается в дополнительной обработке. Я вам вчера рассказывала, что вода это хранилище энергии. И она образует совершенно уникальные конструкции. Вот если образовались облака, и эти облака сконцентрировались друг к другу, получаются тучи. А слайд, поставь, пожалуйста, три состояния воды. Значит, и эти тучи выпадают дождем, и вода впитывается. Но очень много создается проблем с тем, что нету именно чистой питьевой воды. И поэтому, если вы научитесь изменять качество воды, качество вашей воды, потому что вы не сможете очистить воду в Волге. Вы не сможете очистить ее в каких-то реках, там, я не знаю, в Москве-реке. Но вы сможете каждый стакан чистой воды, из тех полутора литров, которые должен выпивать человек в день, вот это вы сможете отвечать за качество этой воды. Вода бывает в трех состояниях в природе. Первое состояние – это твердое состояние, и это лед. Это как в том анекдоте. Приходит человек в ресторан и говорит, у вас есть что-нибудь выпить? Ему говорят, да, вода. Он говорит, а покрепче что-нибудь есть? Он говорит, да, покрепче есть. Это лед. Поэтому третье состояние воды – это лед. И это тоже хранилище. У нас находятся в Антарктиде и в других местах на полюсах огромные скопления льда. И вот это огромные скопления энергии. И желательно, чтобы эти льды никогда не таяли, потому что иначе мы приобретем резкое повышение уровня воды. Второе состояние воды – это жидкое. И жидкая форма воды – это уникальное состояние. Значит, что такое жидкое состояние воды? Это уникальная вещь, которая нами только осознается. Вода не имеет формы. Можете себе представить, что в одном стакане есть одна капля воды. В одной бутылке – одна капля воды. В одном ведре – одна капля воды. И в одном океане – одна капля воды. Между ними нет промежутков. То есть вода – это смысл и суть. Вода не имеет формы. И форму она приобретает ровно такую, как налито в стакане. В нашем организме вода приобретает форму наших внутренних органов. И третье состояние воды. Третье состояние воды – это пар. Следующий слайд. Это пар. Значит, пар – это энергия распыленная. Но вода бессмертна. Ее невозможно уничтожить. То есть это существо, вещество планеты, которое отличается. Единственное существо бессмертное на планете. То есть если она испаряется, она снова конденсируется, образуется облака, и она выпадает. Вот то, что вам надо знать о воде. Какая же вода существует в природе? Следующий слайд. Вода в природе существует различная. Но, следующий. Большинство воды грязное. Большинство воды зараженное. Большинство воды содержит биологически активную живую форму. Потому что вода для них является жизнью, по сути дела. В воде происходит зарождение всех форм жизни, которые не должны быть в нашем организме. И что получается в результате? В результате мы употребляем воду, которая является для нас опасной. Вот представьте себе ситуацию. Горный источник, из которого выходит вода с глубины 300 метров. Значит, температура этой воды 5 градусов. В этой воде нету жизни. И поэтому она абсолютно чистая. Но как только этот источник вышел и потек в реку, то есть образовалась река, и вода становится теплой, приблизительно 25 градусов, 22, 12, 18, мгновенно развиваются формы жизни. Это лямбли, это бактерии, это различные грибы. Потому что без воды жизни этих существ тоже невозможно. И в результате получается что? В результате получается, что чистой воды практически в природе нету. Значит, вся вода, которая находится не в горном источнике или не в источнике с глубины 300 метров, она уже априори становится домом для развития различных биологических форм жизни, которые для нас являются нежелательными. Значит, она может быть чистая по составу, то есть она может не иметь никакой грязи, но она обязательно будет обогащена формой. Вот некоторые люди пьют воду из колодцев. Колодец должен быть определенной глубины, но он весь порос мхом, зеленью. И даже с самого глубокого колодца достают вирусов, достают маркеров простейших, лямбли и так далее, и так далее. То есть поэтому я рекомендую людям, особенно больным людям, пить в основном кипяченую воду. В последнее время вышло очень много статей по поводу того, что вода из бутылок, у меня на контакте, у меня есть в ресурсе контакт Академия Здоровья, ресурс Академия Здоровья, вывешена статья, что исследовали самые лучшие бутылированные воды, и 80% из них оказалось от 7 до 10 раз превышенное количество допустимых микроорганизмов. Итак, какая же вода должна быть для человека? Слайд голубой. Значит, у воды есть определенные свойства, и мы сейчас поговорим об этим свойствах. Но закончить этот блог «Вода в природе» мы хотим показать вам небольшой фильм, отрывочек из фильма. Мы будем показывать вам много отрывочков из фильмов, чтобы у вас создался образ, потому что одними словами образа не создашь. Это картинка. Посмотрите, пожалуйста, отрывок «Философия воды». Отрывочках из фильмов, чтобы у вас создался образ. Во всем мире нет ничего более мягкого и податливого, чем вода. Но она точек, твердая и крепкая. Никто не может ее одолеть, хотя любой может ее победить. Податливая побеждает крепкая. Мягкая одолевает твердая. Все это знают, но никто не осмеливается действовать так. Писал о воде более двух с половиной тысячелетий назад китайский философ Лао Цзи. Знаете, воду вообще-то изучали довольно подробно. Я имею в виду, хорошо известно, что вода обладает необычными свойствами. Физическими и химическими свойствами по сравнению с другими жидкостями. Но ни один ученый не может объяснить, например, почему плотность воды при минусовой температуре увеличивается, а при плюсовой уменьшается. Любое вещество при охлаждении сжимается, а вода наоборот расширяется. Это уникальное свойство люди научились использовать еще в далеком прошлом. Северные народы добывали камень для строительства, заливая воду перед заморозками в расщелины скал. На юге деревянные клинья вбивали в трещины породы и поливали их водой. Разбухая, эти клинья разрывали камень. Гораздо позже ученые установили, что находясь в порохе капиллярах, вода способна создавать огромное давление. В зерне, например, в момент прорастания оно может достигать 400 атмосфер. Вот почему росток с легкостью пробивает асфальт. Наша Земля представляет собой гигантский сосуд с водой, в котором возникли все формы живого. И все живое, по сути, тоже является сосудами с водой. Современные технологии позволяют нам проникать далеко в космос. И пытаясь обнаружить жизнь на других планетах, мы в первую очередь ищем там воду. Вы прекрасно знаете о том, что на Земле без воды жизнь невозможна. Мы совершенно, абсолютно уверены, что первые живые организмы появились в воде. И лишь намного позже организмы развились до такой степени, что смогли существовать вне воды. Я вовсе не думаю, что это случайность. Я думаю, что ученые должны уделить более пристальное внимание тому, как вода взаимодействует с молекулами. На молекулярном уровне она создает структуру спирали ДНК. Не было бы воды, не было бы никакой спирали. Она создает структуру протеинов. Без воды эта структура бы не работала. Только в воде начинает свою жизнь любое семя, любой эмбрион. Околоплодные воды участвуют и в его развитии, и в его сохранении. Именно окружающая вода, подобно универсальному компьютеру, раскрывает любую биологическую программу. Но и изменить ее в таком случае может только вода. Бывает нечто, о чем говорят. «Смотри, вот это новое!» Но это уже было в веках бывших прежде нас, когда-то писал Екклесиаст. «И взял себе, Яков, свежие прутья белого тополя, миндаля и каштана, и вырезал на них белые полоски, обнажая белизну, что на прутьях. И ставил прутья, что нарезал в стоках при водопое, куда овцы приходят пить. И разгорячались овцы, и зачинали там, и рожали овцы полосатых, крапчатых и пестрых». Итак, мы сейчас поговорим о свойствах воды. Свойства воды – это системные знания, и эти свойства необходимо знать для того, чтобы понимать, а какая же вода нужна человеку, и какую воду мы должны с вами пить. Поэтому очень важно, чтобы вы оценили эти свойства системно, и важно, чтобы вы понимали, какие свойства можно улучшать. Если вы не будете знать хоть одно свойство воды, вы никогда ничего не поймете, какую воду вы пьете. Потому что вы приходите и спрашиваете, а вот у вас вода хорошая? Ну, например, вы приходите в магазин и говорите, у вас вода хорошая? Вам говорят, хорошая. А что вы имеете в виду хорошее? Что это? Чистая или какая? У каждого свое слово хорошее. Поэтому не бывает воды хорошей или плохой. Вода бывает либо чистая, либо грязная, либо высоко минерализованная, либо мало минерализованная. Поэтому крошка сын-котцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. С водой надо конкретно. Это абсолютные конкретные системные сведения. И эти сведения мы изучаем уже очень много лет, потому что каждое из свойств воды очень важно для поведения в организме человека. Итак, у воды есть 12 свойств. И вы сейчас видите на экране за собой голубой круг, на котором все 12 свойств обнаружены. Значит, мы пришлем вам литературу, на которой будут эти свойства воды. Поэтому у вас нет необходимости сейчас записывать или зарисовывать. Это вы получите методическую литературу на эту тему. Я прокомментирую все эти свойства, потому что каждый из свойств позволит вам улучшить, сформировать свое понимание о воде. И тогда, когда вы всеми 12 свойствами овладеете, вы будете понимать, что такое вода и какую воду вы должны пить, какую воду мы все должны пить. Если вы, не приведи Бог, заболеете, вы сможете понять, как вам лечиться при помощи воды, как себя восстанавливать и как повышать свою энергетику. Итак, первое свойство воды – это PH. Значит, PH – это кислотно-щелочное равновесие воды. Кислотно-щелочное равновесие воды. Значит, в нашем организме существуют определенные законы, по которым живет вода. И в нашем организме есть определенные среды. Эти среды предназначены для протекания окислительно-восстановительных процессов. И эти среды очень стабильны и жестко привязаны к нашему автопилотному механизму. То есть, есть жидкости кислые, есть жидкости щелочные. Но у всех биологических организмов жизнь, как существование, возможно только в щелочной среде. И вода, которая обладает свойством поддерживать вот эту щелочную среду, называется живой водой. Следующий слайд сделаю, пожалуйста. Вы сейчас видите перед собой шкалу, на которой расположена PH-строка. Значит, левая часть шкалы – это кислая среда. От единицы до 7. 7 – это нейтраль. Правая часть шкалы – это от 7 до 14. От 7 до 14 единиц, условных единиц, которые ученые определили для того, чтобы понимать свойства воды. И посмотрите на вот эти вот красненькие кружочки. После 7 в правую сторону. Эти красненькие кружочки 7,4, 7,3,5, 7,5 до следующего деления, до 8. Вот эти вот красные кружочки и есть наша жизнь. Если основные жидкости организма удерживаются в зоне этих красных кружочков, то человек живет. Если качество крови, PH крови – 7,43. Если PH крови падает до 7,1, человек автоматически умирает. Поддерживает свою щелочность вода за счет наличия растворенных в ней минералов, таких как натрий, магний, калий и кальций. То есть эти минералы, как я вчера уже вам рассказывала, являются минералами, которые несут энергию. И наши электронные насосы, калий-натриевые насосы, поддерживающие среды, буферные, они составляют единое целое с этими минералами, потому что кровь у нас соленая. Если вы сейчас проткнете себе иголочкой палец и попробуете, то кровь абсолютно соленая. И если кровь становится кислая, это автоматически происходит смерть. Причину смерти называют острая сердечно-сосудистая недостаточность, но связано это с закислением организма, потому что один из механизмов смерти – это закисление организма. Мы когда-нибудь поговорим об этом подробно, мы поговорим об условиях, о благоприятных условиях жизни, но сейчас мы будем говорить только о воде. Итак, кислотно-щелочное равновесие организма – это жизнь. Но в нашем организме текут миллиарды процессов, и одновременно в нашем организме умирает миллиарды клеток и рождаются миллиарды клеток. Так вот, смерть клеток происходит в кислой среде, а рождение клеток – возрождение, происходит в щелочной среде. И поэтому, когда человек употребляет воду с высоким pH, аж, то есть более семи, то есть не кислую воду, а щелочную воду, в результате этого происходит возрождение и регенерация поврежденных тканей, органов, восстановление работы систем, восстановление работы сердца, головного мозга. Закисление – это самое страшное заболевание, которое может произойти в организме человека. И в русском фольклоре было такое изречение – а что это у тебя лицо такое кислое, да? Это говорило о том, что закисление – это синоним уныния. И поэтому нужно обязательно смотреть, какую вы воду пьете. Если вы будете употреблять все время кислую воду, а в большинстве своими случаями мы употребляем именно кислую воду, следующий слайд, пожалуйста. Значит, мы употребляем пепси-колу, мы употребляем кока-колу, мы употребляем чай, он тоже кислый, мы употребляем квас, мы употребляем минеральную воду, она тоже кислая. Есть буквально 5% щелочных минеральных вод, но это самые дорогие, самые, так сказать, желанные воды, которые вот здесь у нас, в России практически их не очень много. Они, значит, текут там, где есть какие-то источники вот этих вот щелочных минеральных вод. И вообще вот та сказка, которая была, и что царевна омыла раны царевича мертвой водой, и раны зажили, это как раз идет про кислую воду, потому что кислая вода обладает антибактериальным действием. Так же, как, например, вот сильным антибактериальным действием обладает желудочный сок. И в желудке, когда этот сок находится, это является естественным барьером. Даже если человек не помыл руки, и к нему проникли внутрь бактерии, желудочный сок убивает всех этих бактерий. Но дело в том, что в нашем организме внутри живут около 4 килограмм бактерий. И если в организме среда не соответствует нашему заданным параметрам, то все эти бактерии умирают. Вместе с этими бактериями умираем мы, потому что со стерильным кишечником человек жить не в состоянии. Мне хочется, чтобы вы написали сейчас в чат, а какую воду вы пьете, знаете ли вы, что такое щелочная вода, употребляли ли вы когда-нибудь щелочные воды, умеете ли вы измерять, знаете ли вы, каким образом человек может определить кислотно-щелочной баланс воды, и вообще, знакомы ли вы с этой проблемой, потому что точка отсчета жизни начинается от 7 и выше. От 7 и выше. Если кровь становится 7 и 1, еще раз повторяю, это уже смерть биологического объекта. Поэтому, если вы еще ничего не знаете про кислотно-щелочное равновесие воды в организме и вообще вод, жидких сред организма, то у вас впереди очень большое будущее, когда вы сможете ознакомиться с этой очень серьезной, очень нужной, очень важной информацией. Мы на эту тему публикуем и книги, и у нас проходят семинары специально отдельно по одному свойству воды, по кислотно-щелочному равновесию. И я являюсь человеком, который с щелочными водами занимается уже более 12 лет. И мы знаем лучшие щелочные воды мира, которые продляют жизнь человеку. Одна из таких вот, это вода с острова Кенава, минеральная композиция, Коралл Майн. Это коралловая вода. И мы эту воду изучаем уже много-много лет, и мы видим случаи исцеления людей практически от любых заболеваний, не используя никакие медикаменты, только при помощи воды. Вот это вот высший пилотаж медицины, когда при помощи воды человек может исцелить себя. Вода бывает разная. Следующее свойство воды. Второе. Это окислительно-восстановительный потенциал. Это ОВП воды. Пятый слайд у нас, да? Значит, это окислительно-восстановительный потенциал. Это способность воды, способность воды вступать в окислительно-восстановительную реакцию. Вот представьте себе, что вода это хранилище. Что такое хранилище? Хранилище это значит, по каким-то законам вода должна сохраниться. Представьте себе ситуацию, что вода в горной речке течет быстрыми потоками. Она никак не может себя сохранить, потому что воздух, кислород прорывается на все ее уровни, разбивает эту энергию, и вода шумит, она теряет свою энергию. Для того, чтобы в гидроэлектростанции уловить электричество, воду сначала скапливают. Для чего ее скапливают? Как говорят, в тихом омуте черти водятся. О чем это? Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду очень серьезная вещь. Когда вода находится в спокойном состоянии, молекулы воды берутся за руки. Этому отдельному свойству воды, окислительно-восстановительному потенциалу, посвящена целая минимально двухчасовая лекция, потому что это надо изучать досконально. И тот человек, который захочет понять, что такое живая вода, это вода с отрицательно заряженным окислительно-восстановительным потенциалом. В организме человека во всех средах имеется отрицательный заряд. Он равен минус 50, минус 100, до минус 200. Так заряжена внутриклеточная вода, так заряжена межклеточная вода, так заряжены другие воды, так заряжена спинномозговая жидкость. И вот разность этих потенциалов между межклеточной и внутриклеточной водой, это собственно и обеспечивает механизм проникновения энергии из клетки в клетку и обратно. И поэтому, если вы пьете положительно заряженную воду, она кластированная. Когда молекулы берутся за руки, они в свои энергетические связи заключают огромное количество энергии. Образуется такая большая молекула из 900 молекул воды, которая называется кластер. И вот этот вот кластер, мы вам покажем небольшие отрывочки из этого, чтобы вы могли визуализировать этот кластер. И вот этот вот кластер, он является вот именно системой резервирования воды, вот тем механизмом, при помощи которого вода хранит энергию, потому что кластер заряжен нейтрально. И нам надо, чтобы освободить энергию, разбить кластер. Мы постоянно пытаемся болтать, так сказать, в чай ложечкой. Значит, пытаются наливать воду, допустим, даже в чашечку с высокой, так сказать, с высокого расстояния. И поэтому кластеры в воде были открыты, кстати, русскими учеными, профессором Зениным. Это совершенно потрясающий ученый, который занимается кластерной теорией воды. И мы сейчас вам покажем коротенький отрывочек, который из фильма, который мы в первый раз уже показывали. Но посмотрите еще, как образуются в воде кластеры, потому что это необходимо знать. И мы сейчас вам покажем коротенький отрывочек, который из фильма... Она подвижна и недолговечна. Но иногда среди меняющихся форм можно увидеть стабильные образования. Кластеры. Именно в этих структурах хранится информация, запечатленная водой. Вот мы проверяли здесь. Итак, окислительно-восстановительный потенциал воды – это особое свойство воды. Об этом не говорят в супермаркетах. Об этом вы ничего не узнаете на уроках химии. Но это способность воды обнаруживать гидроксильные ионы. И когда мы опускаем ОВП-метр в стакан с водой, мы четко совершенно видим. Либо вода положительно заряжена, и она несет большинство ионов водорода, и она закластированная. И она не готова вступать в реакции. То есть она ждет. Для того, чтобы раскупорить эти кластеры, нужно колоссальное количество внутренней энергии. То есть мы и так делаем очень много ошибок, когда употребляем воду. Во-первых, нельзя пить холодную воду, потому что температура желудка 36 градусов. И вода пока не разогреется до 36 градусов, она не начнет взаимодействовать. Мы пьем горячую воду, и тогда желудок должен работать холодильником, потому что 100 градусов – это смерть клетки. Даже 60 градусов – это уже смерть клетки. И в результате этого мы сжигаем слизистую своего желудка до язв, до онкологических опухолей. Воду нужно пить обязательно щелочную натощак. Значит, ни в коем случае нельзя пить кислые напитки натощак, потому что все кислоты, даже апельсиновый сок, лимонный, какие угодно, чай, даже чай нельзя пить натощак, потому что в чае содержатся дубильные вещества, которые полностью сжигают защитную слизь, и дубят они, дубят ее, и разрушают слизистую желудка. Поэтому натощак не пьются кислые напитки. Кислые напитки пьются только после еды, только во время еды, для того, чтобы помочь пищеварению. А натощак можно пить только щелочную воду. Это закон жизни, потому что слизистая желудка живет 3 дня, и кишечника, и пищевода тоже. И если она будет вынуждена меняться 3 раза в день, то это очень быстро приведет к атрофическому гастриту, к язве, к онкологическим заболеваниям. Итак, второе свойство воды – это ОВП. Значит, мы с вами двигаемся дальше. Третье свойство воды – жесткость. Что такое жесткость? Жесткость – это наличие карбонатных солей, кальция. Я вам сейчас скажу очень одну важную вещь, которую вам надо в жизни усвоить и запомнить. Чем больше жесткая, чем более вода жесткая, тем менее благоприятна она для жизни. Кальций в воде, в жесткой, находится в виде солей карбоната. Соли карбоната – это нерастворимые соли кальция. И эти соли кальция не могут усвоиться организмом полноценно. Но они выпадают в осадок в нашем организме точно так же, как они выпадают в осадок при кипячении. И в районах, где отмечена очень долгая жизнь, вода не жесткая. Потому что есть области Нагорного Карабаха, есть области Грузии, есть области Армении, где на одном склоне течет жесткая, высоко минерализованная вода, то есть с высоким содержанием карбоната кальция. А на другом склоне с низким содержанием кальция. И долгожители все находятся на том склоне, где низкий. И вообще вода долгожителя – это вода с низкой минерализацией по карбонату кальция. Потому что человек умирает не от недостатка кальция. Когда на секции вскрывается сердце, и я много раз присутствовала, то его невозможно резать ножом, потому что оно скрипит. И, по сути дела, кальцинос сосудов, кальцинос аорты, кальцинос мелких капилляров – это является очень серьезной причиной смерти. Следующее свойство воды – минерализация. Следующий слайд, пожалуйста. Минерализация. Минерализация и жесткость – это разные вещи. Минерализация – это количество и качество микроэлементов. А жесткость – это количество и наличие кальция. Вот чтобы вы не путали. Поэтому что такое минеральная вода? Минеральная вода – это вода, может быть, с солями кальция, а может быть, с солями магния, а может быть, с другими какими-то солями. Они могут быть различные. Где-то есть в воде селен, где-то есть сера, и это называется сероводородная вода. И так далее, и так далее. Мы сейчас не будем туда углубляться. Минеральная наука, минерология или бальнеология о воде – это колоссальная наука, которая несет нам знания о здоровье. Если вы не умеете применять минеральную воду – не применяйте. Потому что щелочные воды пьются натощак в теплом виде, кислые воды пьются во время еды в теплом виде. Там очень много нюансов, там очень много подводных камней, которые вам может объяснить только хороший врач-бальнеотерапевт. Поэтому если вы думаете, что вы покупаете минеральную воду и при этом будете здоровы, вы ничего хорошего от самоиспользования, от безграмотного самоиспользования не получите. Поэтому минерализация воды должна быть в пределах, оптимальная вода долгожителей, ну максимум 240-300. Если вы пьете воду с минерализацией выше, например, 800 или, как у нас по Санпину, более 1000 и 1200, то эта вода, в общем-то, постепенно у вас здоровье будет воровать. Следующий и следующий слайд. Температура воды. Температура воды – это тоже очень важное свойство, потрясающее свойство воды. То есть живой вода, живой, активной, вступающей с нами во взаимодействие, может быть только при определенной температуре, при температуре 36,6 для нашего организма. Значит, почему нужно знать температурные режимы воды? Температурные режимы зависят от того, что мы должны употреблять воду нужной нам температуры. С чем это связано? Например, вы должны знать, что при повышении температуры газы отделяются от воды и уходят, так сказать, в отрыв. Ну, какой практический совет здесь? Например, если вы даете ребенку лимонад, например, или минеральную воду, или газированную воду, или пепси-колу, или кока-колу, или еще что-нибудь в этом смысле, то вы разрушаете организм ребенка очень быстрыми темпами. Даже если вы даете просто газированную воду, потому что как только вода попадает, особенно если вы даете ее натощак, как только вода попадает в организм ребенка газированная и проходит из желудка в кишечник, нагреваясь там, и желудок захлопывается, особенно если ребенок что-то ест потом после еды, то газы отделяются, и в кишечнике скапливается огромное количество газов. До выхода из кишечника еще 5, там, 4, 3, 2, 6 метров, в зависимости от возраста ребенка, да, а газом деться уже некогда. И наблюдаются серьезные проблемы. У детей болят животы, пучат, у детей образуются завороты кишечника и так далее, и так далее, и так далее. И ребенок, у которого все время находятся газы в животе, значит, получает достаточно серьезные желудочно-кишечные проблемы. Это говорит о том, что родители просто не знают вот этого температурного режима. Следующий двойной слайд, ага. Поверхностное натяжение воды. Поверхностное натяжение воды. Поверхностное натяжение – это достаточно, скажем так, ну, сложное свойство воды. Вода имеет пленку поверхностную, и эта пленка предохраняет молекулы воды от испарения. И, безусловно, вот эта пленка, она страхующая. И если мы хотим постирать что-то, мы обязательно используем средства, снижающие поверхностное натяжение, растворяющие, да, поверхностно-активные вещества. Так вот, поверхностное натяжение в организме человека играет очень важную роль. В кране поверхностное натяжение более 76 дин, а в организме около 36 дин на сантиметр. И в результате получается, что вода из крана по нашим тонким мелким сосудам не течет. Для того, чтобы она текла, требуется снизить ее поверхностное натяжение. И это очень непростая проблема. А вот теперь давайте с вами посмотрим. Вот вы пришли в магазин и спросили, вода хорошая? Вам говорят, хорошая. И о чем это все? Я вам рассказала про PH, про ОВП, окислительно-восстановительный потенциал. Я вам рассказала про жесткость, про минерализацию, и про поверхностное натяжение, и про температуру. Мы потом поговорим, какая вода нужна человеку. Но на все 6 свойств воды мы можем воздействовать. Мы можем воздействовать при помощи кипячения, можем воздействовать при помощи фильтрации, можем воздействовать при помощи добавления или убавления минеральных органических веществ. Мы можем воду фильтровать, мы можем освобождать ее от кальция, мы можем каким-то образом ее обогащать щелочными минералами. но мы должны понимать, что организм пропустит только органику, он не пропустит неорганические соединения. Далее двигаемся. Экологические свойства воды, экологическая чистота воды. Значит, в воде присутствует жизнь в любых ее проявлениях. Это вирусы, это бактерии, это простейшие, это яйца гельминтов, это более 3000 токсических загрязнителей, это нитраты, это нитриты, это пестициды, это огромное-огромное количество химикатов, это большое количество лекарств, потому что лекарства, например, такие как гормоны, противозачаточные, они не уничтожаются при кипячении. И если, например, на выходе из коллектора города Москвы 17 миллионов, из них 10 миллионов женщин, и все из них пользуются, условно говоря, молодых женщин, пользуются противозачаточными гормонами, то все эти гормоны будут стекать в воду. Уничтожить эти гормоны невозможно, поэтому сейчас в малых реках обнаружена смена пола самцов-рыб. То есть и особенно в малых реках уже самцы идут на нерест, потому что ни медикаменты, ни гормоны, ни серьезные химические загрязнители из воды уничтожить очень трудно. То есть очистные сооружения не срабатывают, и в результате получается очень большая проблема. Воду надо фильтровать, ее надо чистить, вы можете использовать бутылированную воду, вы можете делать все, что пропускает ваш разум. Я в данный момент рассказываю вам просто о свойствах воды. Я сейчас не буду вам давать рекомендацию, а какие фильтры лучше, а какие фильтры хуже, потому что это не пятиминутный разговор. Я сейчас не буду рекламировать какие-то компании, продающие бутылочную или бутылированную воду, потому что это серьезный уровень обучения. За пять минут этого не скажешь, там, берите воду в Шишкин лес и не берите еще что-нибудь, потому что в Шишкином лесу сейчас нашли совершенно, так сказать, многократные дозы превышения бактериального фактора. Поэтому это еще только первый разговор про воду. Это только еще концепция существования воды. И это только еще первые, самые начальные сведения. Я уже подозреваю, что вам хочется узнать все глубже. Вы будете узнавать, вы будете смотреть, вы будете читать. Если надо, вы это будете делать вместе с нами. Если вы хотите, вы можете это делать сами. То есть в интернете, на всех порталах огромное количество материалов по воде. То есть это большое количество и фильмов, это и роликов, это и материалов, и книг. У меня только более 70 книг дома есть о воде. Из них несколько книг написаны лично мной. Поэтому вода это очень популярная тема. Если 10 лет назад это была закрытая тема, то сейчас это открытая тема. И мы можем ее, так сказать, смотреть. Сейчас мы вам покажем небольшой отрывочек про воду в бутылках. То есть какую воду в бутылках мы покупаем. И дело в том, что это целая история. Какую воду брать, как, что. Но я еще раз говорю, что вот так в режиме 5 минут скажите, что лучше, так не получится. Это серьезный разговор о воде. То есть это конкретная отдельная тема. Все 12 свойств воды нуждаются в том, чтобы вы изучили их конкретно. Вы можете это делать самостоятельно. То есть, пожалуйста, изучайте, наберите там PH воды и изучайте. Наберите ОВП воды и изучайте. То есть мы ведь являемся в данном случае только инициаторами и держателями вот этой вот концепции, что знания о воде должны прийти в каждый дом. Смотрим. Вот мы проверяли здесь совершенно замечательную воду, которую продают в больших бутылках. И фирма-производитель ставит на нее клеймо, что это лучшая вода в мире. Но она пустая, она мертвая. Она действительно чистая, она хорошая. В ней там добавлены даже какие-то минералы, но это мертвая вода, в которой нет энергетики и нет жизни. Человек, скорее всего, не почувствует особой разницы между чистой природной и искусственно очищенной водой. А любое животное всегда выберет воду из источника, потому что эта вода насыщена природными энергиями. 15 лет назад японские ученые обнаружили тип воды, о существовании которого даже не подозревали. Выяснилось, что у новорожденных младенцев и детенышей животных клетки содержат совершенно особую воду. Если посмотреть ее структуру под микроскопом при увеличении в 20 тысяч раз, можно увидеть форму снежинки. Эта вода получила название кластерной. Если человек пьет такую воду, то она оказывает мощное оздоравливающее воздействие, выводит токсины из клеток и останавливает процесс старения. Молекулы ДНК содержат именно такую воду. Организм беременной женщины активно работает на структурирование воды, которое приводит к многим перестройкам в организме. Это одна из причин, почему роды омолаживают. Нет на Земле народа, у которого вода не упоминалась бы как начало всего живого. Все без исключения легенды и мифы, все древние книги, описывающие возникновение Вселенной, упоминают именно воду как колыбель и источник жизни. Это подтверждает и современная наука. Человечество тысячелетиями искало начало-начал, а точнее причину, по которой в воде могла зародиться жизнь. Вряд ли это могло быть простой случайностью. Многие современные ученые считают, что этим началом являлась космическая информация о жизни, которую восприняла и реализовала вода. Получается именно так, что вода как бы приняла от космоса некую информацию, и та структура, которую мы обнаружили в воде, она уже информационная структура. Она уже имеет готовые образования, информационные платы своего рода, которые ответственны за ту или иную информацию или за те или иные воздействия, несущие информацию, которая существует в нашем мире. Правильно сказать, наверное, даже наоборот, что та информация, которая была заложена в космосе, выискала среди веществ на Земле то вещество, с которым оно активно может взаимодействовать в информационном плане. Таким веществом оказалась вода, поскольку, как мы уже говорили, именно вода находится в том самом информационном фазном состоянии, позволяющем эту информацию принимать, запечатлевать и передавать. Но тогда не такой уж неправдоподобной выглядит одна из первых фраз Библии, где говорится о том, что Дух Божий носился над водой. И если принять это за изначальную информацию о будущем существовании жизни, то все становится на свои места. Но информация не вещественна, а мы, люди, живущие в физическом мире, состоим из вполне осязаемых элементов. И уже не подлежит сомнению, что основой любой живой клетки организма является белок. Значит, каким-то образом информация, заложенная в воде, должна была преобразоваться в живую клетку. Так же, как космос выбирал воду на Земле, вода выбирает среди остальных веществ те, в данном случае, органические соединения, которые позволят этой ячейке превратиться в ту самую живую клетку, с которой мы имеем дело. Итак, вы посмотрели, что такое вода в бутылках. И сейчас мы переходим к следующему свойству воды. Следующее свойство, вот следующих два свойства, это совершенно потрясающие уникальные свойства. Это структура и информационная память воды. Это те два свойства, о которых вы не узнаете на уроках ни химии, ни физики, ни биологии. Потому что это буквально недавно в нашу жизнь ворвалась эта информация, не более десяти лет. Информация о том, что структура воды является, так сказать, одним из самых загадочных свойств воды, проникла в нашу жизнь, ворвалась так резко, что ученые не успели отреагировать. И уже просто благодаря общеобразовательным проектам, благодаря просвещенческим вещам, благодаря вот этому фильму «Великая тайна воды», в котором мы принимали участие, уже простые люди знали и уже понимали и уже радовались этому. А физики затаили молчание и долго-долго ничего не говорили. И до сих пор ничего на этом поприще не происходит. Такое впечатление, что ученым невыгодно, чтобы наши люди знали о том, что вода обладает информационными свойствами, о том, что она хранит память, о том, что она способна воспринимать информацию, о том, что водой можно исцеляться. Потому что сейчас уже созданы десятки, сотни различных вод с информационной структурой, которые, с одной стороны, несут нам исцеление, а с другой стороны, мы не понимаем, как они работают. Поэтому мы сейчас покажем вам еще один короткий ролик, который называется «Структура воды в организме». То есть, чтобы вы могли немножечко поподробнее, чтобы у вас создался зрительный образ. Потому что мне рассказывать на пальцах, как устроена структура воды, не хочется. Мне хочется, чтобы вы посмотрели. Мы очень плотно работали с японским ученым Масара Эмоту. И нам очень повезло, что мы общались с людьми, которые занимаются структурой воды, скажем так, с великим энтузиазмом. И мы узнали такие сведения. Вот я сегодня вам показываю, ну, приблизительно одну сотую часть информации, которая у нас есть. Мне хочется, чтобы вы узнали концептуальную информацию о воде. Потому что, если углубиться в каждое свойство воды, там откроются, ну, просто величайшие порталы знаний. Так вот, структура – это самое загадочное свойство воды. У воды много загадочных свойств. Теплопроводность есть. У воды есть аномальный пиковый энергопроводящий фактор. Вот, например, почему человек при температуре 38 градусов не потеет. Потому что у воды именно на температуре 38 градусов аномальная теплопроводность, она не проводит воду. То есть этого вообще не должно быть. Ни физически, ни химически, ни биологически. Но оно есть. И поэтому температура 38 – это высшая точка иммунитета. То есть ребенок не потеет, взрослый не потеет. И это позволяет в организме саккумулировать огромное количество энергии, которое необходимо на борьбу с болезнью. Вы ведь знаете, что мы всегда ждем, вот насмотрели, наверное, фильмы, что мы ждем какого-то кризиса, когда человек вдруг начнет потеть. Это значит, что у воды появилась теплопроводность. И мы неправильно применяя аспирин, другие медикаменты, мы будем еще об этом говорить, потому что мы еще с вами не подходили к медицинским знаниям вообще. Мы пока находимся на уровне философских знаний, на уровне концепций, на уровне… мы не спустились на уровень технологий, методик, способов, методов, средств. Потому что я не могу идти не системно. Я системный методолог. И мне обязательно нужно показать вам концепцию. Потому что вот эти вот ваши надписи «а как, сколько пить?» То есть это все, это настолько легко, и вы поймете, что вы это освоите. Мы вам пришлем методическую литературу. Как, сколько, где пить. Даже еще скажем, с кем пить, с кем не пить. Потому что это тоже важно. Если не с тем будете пить, через воду передается информационное воздействие. Если вы сядете пить чай с человеком, который вас не любит, то все свои мысли отрицательные, все свои проклятия, все свое в вашу сторону он запишет на эту воду. Он будет думать, а вода это будет принимать. И вы будете после этого очень сильно болеть. Поэтому издавна все проклятия совершались тоже на воду. Но вот я еще раз говорю, что мы сейчас до конкретики еще не дошли. Я вам скажу, сколько пить, как пить, что пить. Но сейчас мне хочется, чтобы вы послушали про структуру воды. Потому что структура воды – это уникальная, это совершенно таинственная страница знания о воде. И мы сейчас вам покажем короткий ролик, а потом мы вам покажем, как вода танцует. Потом мы вам покажем, как вода поет. Мы вам покажем кадры, которые вы вряд ли где-то видели, потому что эти кадры нам лично дал японский ученый. И это кадры из личного его архива. Я не думаю, что вы когда-нибудь их видели. Сначала смотрим структуру воды. Это совершенно таинственная страница. 15 лет назад японские ученые обнаружили тип воды, о существовании которого даже не подозревали. Выяснилось, что у новорожденных младенцев и детенышей животных клетки содержат совершенно особую воду. Если посмотреть ее структуру под микроскопом при увеличении в 20 тысяч раз, можно увидеть форму снежинки. Эта вода получила название кластерной. Если человек пьет такую воду, то она оказывает мощное оздоравливающее воздействие, выводит токсины из клеток и останавливает процесс старения. Молекулы ДНК содержат именно такую воду. Организм беременной женщины активно работает на структурирование воды, которое приводит к многим перестройкам в организме. Это одна из причин, почему роды омолаживают. Нет на земле народа, у которого вода не упоминалась бы как начало всего живого. Все без исключения легенды и мифы, все древние книги, описывающие возникновение Вселенной, упоминают именно воду как колыбель и источник жизни. Это подтверждает и современная наука. Человечество тысячелетиями искало начало-начал, а точнее причину, по которой в воде могла зародиться жизнь. Вряд ли это могло быть простой случайностью. Многие современные ученые считают, что этим началом являлась космическая информация о жизни, которую восприняла и реализовала вода. Получается именно так, что вода как бы приняла от космоса некую информацию, и та структура, которую мы обнаружили в воде, она уже информационная структура. Она уже имеет готовые образования, информационные платы своего рода, которые ответственны за ту или иную информацию или затеянные воздействия, несущие информацию, которые существуют в нашем мире. Правильно сказать, наверное, даже наоборот, что та информация, которая была заложена в космосе, выискала среди веществ на Земле то вещество, с которым оно активно может взаимодействовать в информационном плане. Таким веществом оказалась вода, поскольку, как вот мы уже говорили, значит, происходят небольшие технические накладки, потому что операторы работают в режиме постоянно снижения количества связей, потому что у вас идет много, так сказать, здесь вот, что вы то включились, то выключились, причем у одних очень хорошее качество, у других вообще не тянет. Да, интернет, конечно, и каналы, и скорость оставляют желать лучшего. Мы будем над этим работать. Но смысл состоит в том, что мы впервые вышли в режим видеоконференции. И ни на каких вебинарах, никаких роликов никогда не показывают. Это практически должно быть оборудование телевизионных станций. Это ведь не первый канал, ни ОРТ, ни Россия. И, естественно, даже мощности ваших принимающих устройств могут не соответствовать качеству и количеству передаваемого сигнала. И произошла, видимо, накладка, когда программа сбойнула, и два ролика одновременно показала. Ну, ничего страстного. Повторение мать учения, посмотрели, и ладно. Значит, я вот смотрю на ваши отзывы. Значит, вы не слушаете суть проблемы, а вы постоянно находитесь на своей волне, очень многие из вас. То есть, вот вам какой-то вопрос зациклился, и вы вот просите, и просите, и восьмой, и десятый раз его просите. Если вы видите, что я не говорю, значит, я это не считаю важным. Потому что вы видите только свое сообщение, а я вижу еще десятки сообщений и сотни, и я веду так, как я считаю нужным. А вы потом поймете, почему это. Потому что, если у вас есть какой-то отдельно взятый вопрос, это не значит, что он сейчас, в данный момент, важный. Мы сейчас вам покажем, как вода танцует. Значит, для чего это важно? Значит, вокруг нас находится огромное информационное поле, которое прошито и наполнено различными звуками. И эти звуки, которые происходят постоянно вокруг нас, звуки, волны, поля, они обладают совершенно уникальным свойством. Вода их слышит, вода их чувствует, вода их видит. Вода отвечает всем периодическим колебаниям. Вот представляете, например, вы спите, у вас комната, совмещенная студия с кухней, и вдруг ночью включился холодильник. Частота работы двигателя холодильника идет на таких информационных порогах, что это заставляет воду внутри нашего организма танцевать, плясать, подпрыгивать, выпрыгивать, выплескиваться. А у нас в мозговых нейронах, между мозговых нейронов, находится огромное количество воды. То есть мозг на 80% состоит из воды. И для того, чтобы погасить эти вибрации, организм предпринимает совершенно удивительные, так сказать, защитные механизмы. Вот один еще из таких механизмов, когда человек танцует. Вот представьте себе, вы сидите, и вдруг включается где-нибудь там в ресторане, или еще что-то, где-нибудь, какая-нибудь веселая, заводная, зажигающая там музыка. И вы начинаете обнаруживать, что вам хочется танцевать. То есть ноги сами идут в пляс, там под столом где-то образуются какие-то, так сказать, подергивания, попрыгивания. Значит, а если вы еще выпьете там огненной воды, кстати, огненная вода, водка, это та же самая вода, она содержит огромное количество энергии внутри, но вода бывает 40 градусов по структуре, и это водка, а бывает 40 градусов по температуре, и это горячий чай, да. Так вот, когда поступает вот эта огненная вода, и барьеры снимаются, человек пляшет так, что ногами достает до потолка. С чем это связано? Это связано именно с вот этим воспринимающим, совершенно универсальным, уникальным механизмом воды. Мы когда-нибудь вам покажем, как образуется ракушка и улитка, и как вода танцует, пляшет. И вот вы сейчас увидите, вы сейчас увидите, значит, слайд будет без звука, вы увидите, как на разных частотах меняются углы и геометрические фигуры в воде. Это совершенно потрясающий ролик, вы нигде его практически не могли видеть, если только, может быть, на наших академиях. Значит, в зависимости от частоты звука может появиться треугольник, квадрат, многогранник, октаэдр, декаэдр, и так далее, и так далее, и так далее. И вот от этой частоты зависит, собственно, и построение структурных молекул белков в нашем организме. Далее вы увидите прибор, который сконструировали. Это камера с высокоскоростной съемкой, и внизу тарелка с налитой водой. А дальше будет самое интересное. Дальше вы увидите, как при изменении частоты вибрации, например, 78 Гц, или еще что-нибудь такое, вы увидите, как вода приобретает различные оттенки, различные окраски, как она танцует, как она крутится, как она бликует. То есть это совершенно определенно чистая белая вода. Как она становится красной, синей, желтой, зеленой. И вы, может быть, даже узнаете некоторые предметы, потому что что такое подсолнух? Подсолнух – это кодовая память воды на определенной частоте. И образуется вот именно, вы в конце увидите, как образуется подсолнух, потому что в подсолнухе тоже 80% воды. И минеральные растворенные вещества, и плюс еще способность подсолнуха синтезировать вот эти вот свои опорные элементы. Итак, звука не будет, потому что ролик без звука. Посмотрите вот это вот великое таинство и поймите, что все запрограммировано на воду. Наше создание, наше развитие, развитие ребенка в утробе матери и так далее, и так далее, и так далее. Все зависит от программы воды. И если вы пьете воду с разрушенной программой, неправильную, некачественную, деструктурированную, положительно заряженную, еще какую-то, если вы пьете воду из непроверенных источников, с солями тяжелых металлов, вся программа образования клеток в организме нарушается. То есть посмотрите, как это происходит. В утробе матери и так далее, и так далее, и так далее. Все зависит от программы воды. И если вы пьете воду с разрушенной программой, неправильную, некачественную, и так далее, и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Каким образом она хранит свою память? Каким образом она переструктурируется? Каким образом она запечатлевает вот эти вот впечатления, которые имеются от жизни у нее? Как она несет информационную нагрузку? И сейчас мы вам покажем ролик японского ученого, как вода реагирует на музыку. То есть как замерзает снежинка, и каким образом вода при температуре, уходящей в ноль, каким образом вода структурирует свое пространство. То есть снежинки – это великое совершенно таинство природы, и талая вода обладает совершенно уникальными свойствами, которые мы можем использовать. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Как вам это понравилось? Как вам понравилось впечатление воды? Как вам понравился рост снежинки под музыку? То есть это совершенно потрясающая история. Вода помнит все, она знает все, она может с нами взаимодействовать, она слышит наши молитвы, она слышит наши просьбы, она воспринимает нашу злость, наше раздражение. Все отражается на структуре воды. И если человек… Вот раньше говорили, что словом можно убить. Да, действительно, словом можно убить человека, потому что слово – это мощная кодовая энергия. И если у нас мозг состоит на 90% из воды, то посылая высокоэнергетично, высокоэнергично вот эти вот слова, значит, человек может нарушить мозговую воду, перепрограммировать ее. И поэтому у человека возникает обида, возникают какие-то непредвиденные эмоции, чаще всего обида. И это уже начало болезней, начало разрушения организма. Поэтому если у вас, если кто-то вас обидел словом, если кто-то вас обидел словом, а не делом, это точно такая же обида, как если бы кто-то совершил против вас плохой поступок. Но я больше скажу, обидеть можно даже мыслью, потому что мысль тоже материальна, и она тоже несет высокую энергетику, и она тоже воздействует на наш с вами мозг, и она тоже имеет свойство реализовываться. Поэтому думайте о том, что вы делаете, думайте о том, что вы говорите, думайте о том, о чем вы думаете, и не думайте о плохом, потому что мысль материальна. Почему? Потому что вода, являясь уникальной принимающей структурой, воспринимает эту мысль, умножает, многократно, транслирует, впитывает, запечатлевает, хранит, и в этих ненормальных условиях начинается изменение клеточного состава, начинаются очень серьезные проблемы центральной нервной системы. Человек заболевает и может даже погибнуть. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны, будьте умерены в своих высказываниях. Если вам не нравится человек, лучше отойдите от него на безопасное расстояние, лучше не общайтесь с ним, потому что нанося друг другу вот эти вот энергетические удары по воде, другого человека, мы резко портим здоровье. То есть мы не бережем никого, мы не бережем ни природу, ни воду, мы не бережем ни своих близких, мы не уважаем воду. Из чего вы пьете, из чего мы все пьем вино, водку, коньяк, пиво? Ну, как традиционно повелось, мы пьем это все из дорогих стаканов. Из чего мы пьем чистую воду? Мы держим ее в полиэтиленовых бутылках, мы пьем ее прямо из горлышка, нам лень ее налить в хрустальный бокал, мы пьем ее из чашек с отбитыми ручками. То есть мы не уважаем воду, мы привыкли к другим энергиям, и поэтому мы платим. За все мы платим своей энергией, своим здоровьем. Мы будем платить за каждую каплю воды, которую мы использовали не по назначению. Поэтому сейчас уже надо начинать думать о том, как мы должны относиться к воде. Итак, какая же вода нужна человеку? Значит, перед вами слайд, и я пройду по часовой стрелке, и скажу вам параметры воды, биологически доступной, биологически необходимой, чтобы организм мог и выполнять свои функции на автопилоте. Вот если такая вода будет поступать в ваш организм, вот тогда организм будет вести себя в соответственной его внутренней программе. Первое. Вода должна быть нейтральная, либо слабо щелочная. Натощак пьется всегда только нейтральная вода, либо слабо щелочная. Кислые напитки можно пить во время еды. Это может быть чай, это может быть кофе, это может быть компот, это может быть квас, это может быть минеральная кислая вода, это может быть алкоголь, вино сухое и так далее. Все это пьется во время еды. Натощак эти напитки употреблять нельзя категорически, потому что идет нарушение слизистой желудочно-кишечного тракта, желудка конкретно, пищевода, и потом получаются достаточно серьезные проблемы. По окислительно-восстановительному потенциалу вода должна быть от минус 10 и лечебная, высоко лечебная вода до минус 200. То есть если вы ищете воду в природных источниках, то такая вода называется живая щелочная вода, но вы вряд ли ее найдете. То есть это должно очень сильно повезти, чтобы вы расположились где-нибудь непосредственно около источника такой воды. Эта вода должна быть с щелочными природными минералами. Поэтому очень важно, чтобы вы понимали, что вот этой вот воды с высоким окислительно-восстановительным потенциалом, то есть отрицательно заряженной воды, не так много в природе. Я вчера рассказывала про Шумак, это в Саянских горах 300 километров от Байкала, что там течет вода с окислительно-восстановительным потенциалом минус 200. И эта вода излечивает онкологические опухоли, и люди туда ездят именно за этим. Но ищите, смотрите, думайте. Жесткость у воды должна быть средняя, то есть очень высокая жесткость. Плохо, потому что она обмыливает жиры. У нас внутри находится огромное количество жира. У нас защитная слизь выстилает стенки желудка, пищевода, кишечника. Борсинки всегда находятся в состоянии защиты. И если поступает очень жесткая вода, которая идет с карбонатом кальция, то есть она смывает. Вот если вы, например, даже кожу будете мыть жесткой водой, кожа будет скрипеть. Это говорит о том, что происходит обезжиривание. Но это не очень полезно, поэтому если у вас есть возможность мыть волосы мягкой водой, то это надо сделать. Но кипяченая вода после осаждения карбонатов, это более мягкая вода. Поэтому это, в общем, каким-то образом еще может пройти. Минерализация. Значит, минерализация оптимальна около 200. Если вы пьете воду с минерализацией 800, 900, 1000, 1200 до 1600, это значит, что у вас планируется отложение кальция в мелких сосудах капилляров, жизненно важных органов. Значит, потом это пойдут суставы, потом это пойдет отложение солей в виде пяточных шпор вместе с закислением и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот, кто пьет все время кислую воду, он нарушает механизм вывода кислотных солей из организма. И в результате организм, вынужденная мера борьбы организма с закислением, осаждение его при помощи солей кальция. То есть камни в желчном пузыре, камни в почках, камни в слюных железах, камни в предстательной железе, соли в суставах, различные шпоры, подагра и так далее, и так далее. Это все болезни закисления организма. И поэтому необходим какой-то вариант, либо низкоминерализованный, очень низкоминерализованный, либо щелочной воды, если у вас есть доступ, для того, чтобы это нейтрализовать. Температура воды должна быть от 20 градусов, то есть комнатной температуры, до 36 градусов. Может быть, чуть горячее, до 40 градусов. Ни в коем случае нельзя пить горячую воду. То есть вода в 80 градусов мгновенно разрушает пищевод, желудок и все защитные слизи. Язык у нас покрыт роговыми чешуйками, таким достаточно плотным клеточным уровнем, и поэтому он не чувствует воду. Если вы обожгли язык, то это практически вы сварили желудок. Вот поэтому раньше, когда мамы знают, может быть, когда они купали детей, они пробовали локтем, потому что локоть, если локоть угорячу, значит, ребенка обварят. Так вот, я была в Индии, мне очень попал, так сказать, в память один факт. Индусы едят руками. И мне, с точки зрения, ну, как бы европейского человека, это показалось не очень, потому что мы едим железными ложечками там и так далее, ножичками, вилочками и так далее, и так далее. И когда я поговорила с людьми, которые занимаются глубоко, вот индийской медициной, аюрведой и так далее, и так далее, они говорят, ну, так это же механизм самосохранения жизни, потому что если человек кушает кашу руками, еще что-нибудь руками, то рука не держит температуру 90-100 градусов. И поэтому индусы практически сначала берут руками, и они уже чувствуют, либо пища горячая, либо пища не горячая. Это страхующий механизм. Мы на ложке не можем почувствовать горячая ли пища, и поэтому мы обжигаемся, мы дуем, мы варим защитную слизь своего желудка, и в результате мы получаем только проблемы. Что должно быть по отсутствию вирусов, грибов, бактерий, паразитов, лямблей, простейших, солей тяжелых металлов, нитратов, нитритов, пятицидов? Вода должна быть абсолютно чистая. Здесь нет никаких предельно допустимых норм. Вода должна быть как можно более чистая, какую вы себе можете позволить. Поэтому, безусловно, вы можете использовать фильтры, которым вы доверяете. Это и угольные фильтры, это и различные другие системы фильтрации. Но вода должна быть чистой. Кстати, к биологическим свойствам, на PH, на ОВП, на жесткость влияет, на поверхностно-активное натяжение фильтры не влияют. Они также не влияют на содержание хлора в воде, поэтому очень небольшое количество фильтров может улавливать хлор. А хлор является, в общем, достаточно серьезным отравляющим веществом, и при кипячении растворимый хлор, то есть газы хлора, переходят в нерастворимые соединения, становятся солями хлора, которые еще больше нарушают внутренний состав организма. Структура воды. Вода должна быть структурирована чем-нибудь. Это может быть живое вещество, например, абрикосы. Это может быть чай, если вы пьете чай. Это может быть, вот, например, в Армении, в Азербайджане пьют чай, допустим, с абрикосом. То есть это идет структурирование воды абрикосом. Это могут быть какие-то живые, скажем так, останки сухих плодов, еще чего-то, которые мы можем добавлять в воду. Но на самом деле структурирование воды – это достаточно серьезная проблема. С этим надо знакомиться, и про структуру воды надо смотреть, 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 изучать, изучать, изучать. Это закрытая еще страница. Информационная память воды. Ее надо очищать. То есть информационная память воды – это серьезное дело. Если вода несет информацию смерти, разрушения, труб, если она несет хлораторов, дехлораторов, газаторов, дегазаторов, если она несет информацию разрушения молекул при помощи обратного осмоса, то есть вода – это живой, универсальный организм. И если она очищена была и проходила по трубопроводам каким-то непонятным способом, то информационная память воды резко нарушена. Если вода слушала вечер трудного дня, утро трудного дня, если она слушала ругань, если она слушала проклятие и так далее, и так далее, то она все на себя запишет. Поэтому желательно, чтобы вы познакомились с таким уникальным механизмом, как очищение информационной памяти воды. И если вы научитесь работать со всеми 12 свойствами воды, то можете считать, что вы приблизились, только еще, может быть, на один шажок, приблизились к общему пониманию роли воды в организме человека. Итак, следующая, пожалуйста, презентация. Мы сейчас еще немножечко поговорим о том, какую же роль в организме человека играет вода, и каким образом мы можем, так сказать, воздействовать на это. Итак, вода, человек, первый слайд, да? Второй слайд. Значит, при рождении, я уже говорила, мы состоим на 80-90%. Перед смертью мы состоим на 50-60%. Наша задача задержать воду, наша задача научиться пить щелочную, отрицательно заряженную, мягкую, чистую воду с хорошей информационной памятью. Тогда мы не будем тратить свою энергию на то, чтобы преобразовывать воду. Роль воды в организме человека, она уникальна. Следующий слайд. И мы можем определить суточную потребность человека следующим образом. Ученые доказали, что количество воды, которое должен выпивать человек, должно быть 30 мл на килограмм веса. 30 мл на килограмм веса. Что это такое? Это значит, что при весе, например, 70 кг, 3х7, человек должен выпивать 2, около 2 литров напитков. Значит, в напитки входит вода, напитки и часть продуктов питания. Например, если это яблоко, то оно содержит тоже какое-то небольшое количество яблочного сока. Это тоже, по сути дела, вода. Поэтому человек весом 70 кг во время еды, за 2 приема, за 3 приема, может выпить по 200 мл, это 600 мл воды. Более не рекомендуется, потому что объем желудка 350 мл. Это относится ко всем. Не существует объема 2 литра, полтора у всех, 350. Только очень высоких людей, ну может быть 400. И у детей от 250 до 350, и у взрослых людей тоже. Так вот, если туда мы положили приблизительно 300 грамм еды, то это уже желудок полностью заполнен. И поэтому разбавлять его водой уже нежелательно. Максимум, что туда можно налить, это 150-200 грамм кислого, теплого напитка. Чай, компот, может быть морс, клюквенный, брусничный, еще какой-то. То есть то, что может помочь пищеварению. Остальные, остальная вода должна быть выпита натощак. Какие у человека идут потери воды? Ну первое, с потом он теряет пол-литра. С выдухаемым воздухом он теряет 200 грамм. И с мочой он теряет приблизительно литр, литр 200. Вот 500 плюс 200, плюс литр 200, получается 2 литра. Если через человека весом 70 килограмм не проходит 2 литра воды, то у него будут очень серьезные проблемы. Причем в молодости эти проблемы могут выражаться просто. Камни в печени, камни в почках, плохое самочувствие, слабая энергетика и так далее, и так далее. В более старшем возрасте это будет гипертония, это будет сахарный диабет, это будут еще другие очень серьезные заболевания. Следующий слайд. Вода в организме человека распределена неравномерно. Самая водная структура это кровь. Далее это лимфа, потом это спинно-мозговая жидкость, а далее идут уже органы плотные, которые меньше воды содержат, не плотные, там легкие, которые, например, содержат много воды. И нам эти цифры нужны лишь для того, чтобы понимать, что кость тоже на 20% состоит из воды. Там тоже течет вода, межклеточная, внутриклеточная, просто ее гораздо меньше. Самая энергопотребляющая структура это головной мозг. И головной мозг ощущает нехватку воды как усталость. То есть не существует у человека никакой усталости. Существует обезвоживание, когда человек потеет, теряет воду, когда человек ходит в туалет, потому что в твердом стуле тоже есть вода, и когда человек не восполняет эти запасы воды, вот он устает. Лучший способ не уставать, это пить все время воду, особенно натощак. Вода должна пройти в открытое отверстие желудка, верхнее и нижнее, и всасывается она только практически на уровне толстого кишечника. Значит, мы будем с вами разговаривать в дальнейших каких-нибудь семинарах вообще по физиологии организма, и вы узнаете, что в желудке вода не всасывается, и в тонком кишечнике тоже. Что обратное всасывание воды происходит с уровня правой подвздошной толстой кишки. То есть это очень далеко от начала, это приблизительно может быть на 5-6 метров дальше, чем желудок. И это значит, что воду, которую вы выпили после еды, а пища в желудке находится 2 часа минимум, а 4-5 часов в среднем, что вода эта поступит в организме человека только через 4-5 часов. Поэтому врачи не ждут. Как врач скорой помощи я скажу, мы не ждем, пока человек напьется, мы сразу делаем внутривенно. И это единственное, что может спасти большое количество людей, если они не умеют пить сами. Поэтому запомните раз и навсегда, воду в количестве 1,5 литра, от литра до 1,5, в зависимости от веса, от возраста, от характера работы, от времени суток, от температуры, нужно пить натощак. Какую воду, я уже сказала, чистую, лучше щелочную или нейтральную, ищите такую воду. Лучше, если это будет низкоминерализованная, лучше, если это будет теплая, с низким поверхностным натяжением, лучше, если это будет чистая, информационная, структурированная вода, тогда ваш организм мгновенно ее усвоит, и он даже не потратит свою энергию на переработку этой воды. Во всех других случаях это будет происходить постоянно. Следующий слайд. Какие же существуют болезни обезвоживания? Болезни обезвоживания – это более 50 заболеваний. Вообще, если бы сказать, какие существуют основные причины заболеваний, вот первая и главная причина – это обезвоживание. Первая главная причина всех заболеваний. В организме человека воды должно быть определенное количество, всегда постоянное. Вот, например, человек находится в весе 70 килограмм с 18 до 100 лет, и вот у него всегда одно и то же количество воды, например, 56 литров. Внутриклеточная, межклеточная, спинномозговая и так далее, и так далее, и так далее. И вот эти 56 литров – это неприкосновенный запас. Человек должен через себя 2 литра пропустить. Тогда он выделит 2 литра переработанной воды и снова заберет 2 литра чистой воды. Ну, плюс там какие-то напитки, чай, компот или еще что-то. И вот жизнь, она протекает по абсолютно четкой константе. 2 литра выделил, 2 литра получил. 2 литра выделил, 2 литра получил. Представьте себе, что 70 килограмм – это 70 пакетов с рисом, например, да? Что такое 30 миллилитров на килограмм? Это значит на пакет риса 1 столовая ложка. Даже если этот рис у вас в воде, допустим, внутриклеточной, пусть это будет 30 пакетов риса. Все равно это столовая ложка на 1 пакет. Это немного. Это необходимые условия для жизни биологических клеток. Если вы не потребляете воду в достаточном количестве, организм закисляется, обезвоживается, высыхает, кровь сгущается, повышается артериальное давление, и наступают вот эти болезни из обезвоживания. Начиная от катаракты, которые являются обезвоживанием хрусталиком, до различных других заболеваний. Очень многие люди жалуются. Сухая кожа, сухие волосы, сухие трескающиеся слизистые, сухость во рту. То есть с трех раз догадайтесь, это все обезвоживание. Другие люди жалуются на сухой кашель, они жалуются на боли при мочи и спускании, при резе, это кислая обезвоженная моча. Кто-то жалуется на изжогу, это тоже обезвоживание. Организм выделяет определенное количество соляной кислоты. Соляная кислота идет в процентном соотношении. Это процентное соотношение очень важно для организма, потому что 2% кислоты на 100 грамм воды. Если воды 50 грамм, это уже 4, если 20 грамм, это уже больше и так далее, и так далее. И потом желудок начинает разрушаться, потому что это называется гастрит, повышенная секреция, язва, предраковое состояние, и потом онкологическая патология. Поэтому самое лучшее средство против изжоги – это чистая вода щелочная натощак. Самое лучшее средство против депрессии – это чистая щелочная вода натощак. Самое лучшее средство против усталости – это теплая, чистая щелочная вода натощак, хотя бы нейтральная. Самое лучшее средство от всех болезней – это пол-литра чистой, хорошей воды. Значит, как принимать воду? Вы утром проснулись, организм находится в состоянии шокового закисления, потому что в течение дня, в течение ночи перерабатывались огромное количество токсических веществ. И утром моча у человека концентрированная, темная, с запахом, и это говорит о том, что организм отравлен. И человек начинает свой день практически всегда без воды. Напишите мне, пожалуйста, в чат, кто из вас пьет утром пол-литра воды. То есть вот я рассказываю, и я все время веду вот этот информационный канал, а вы практически сидите и греете уши. То есть вы не очень хорошо работаете, потому что я не вижу активности, я не вижу, что вы понимаете, я не вижу, что вам понятно, я не вижу, что вам непонятно. Потому что если вы не отработаете тему вода, то ни о каком здоровье говорить в дальнейшем не придется, потому что главное здоровье в организме и главный путь энергетического насыщения, это именно вода. При помощи воды вы можете все сделать. Вы можете предупредить инфаркт, предупредить инсульт, вы можете бороться с сахарным диабетом. При помощи воды вы можете вымыть почки, промыть печень, промыть кишечник, вы можете восстановить тургор ткани, вы можете восстановить кожу, вы можете изменить свое сознание, потому что мозг, находясь в обезвоженном состоянии, в гипоксии, естественно, воды меньше, значит, меньше кислорода, попадает в панику. И все люди, которые находятся в адреналиновом шоке, они наносят своему организму колоссальный ущерб, потому что выделиться адреналин может только тремя путями. Через пот, через слезы и через мочеиспускание. Поэтому если вы нервны, если вы агрессивны, это значит, что вы в первую очередь обезвожены. Вот не существует, очень хорошая книга есть, Батман Гелинджа, к сожалению, он умер, «Ваше тело просит воды». У него несколько книг, «Вы не больны, у вас жажда» и так далее, и так далее. И вообще, совет вам, заинтересуйтесь темой воды, потому что вода – это настолько благодатная почва для оздоровления, что если вы будете… Вот первый шаг к здоровью – это всегда будет вода. И если чем лучше вы освоите тему воды, тем лучше у вас будет здоровье. Ребенку надо воду с первой минуты, вот с первого дня жизни давать, понемножечку, хотя бы чайную ложечку. Даже если вы животное оставите без воды, это будет плохо. Человеку нужна вода в двух системах. Это количество воды, и мы его определили. Минимум полтора литра чистой воды натощак. Минимум. Натощак – это значит до еды или через три часа после еды. И вода хорошего качества. Я еще раз перед концом семинара повторю, какого же качества должна быть вода, для того, чтобы вы запомнили. Последний слайд поставьте, пожалуйста. Итак, биологическая программа человека. Автопилот. Если вы ее будете выполнять, организм включит сам все выключенные функции. Вот вы часто ездите в Турцию или в Грецию или еще куда-то, и есть такой режим путешествий, all-inclusive называется, когда все включено. Так вот, в организме здоровье, когда все включено, включена печень, включены почки, включены слюнные железы, включена лимфа, включены межклеточные, клеточные жидкости, идет, перемещается микроциркуляция, лимфа всасывается, фильтруется, вытекает, моча отделяется, под выделяется, организм детоксицируется. Но это все возможно только при одном условии, если через организм человека проходит достаточное количество воды. Итак, какая же вода нужна человеку и в каком количестве? Нейтральная, первая, либо слабощелочная. Второе, желательно, отрицательно, заряженная. Третье, низко, минерализованная, мягкая. Следующее, теплая. Хороший вопрос, где взять правильную воду? Где взять правильную воду? Сделать самим. Правильную воду вы сильно нигде не возьмете, сделать самим. Научиться измерять PH, для этого продаются PH-метры. Научиться измерять ОВП, для этого продаются ОВП-метры. Научиться ее фильтровать, для этого продаются фильтры. Научить ее кипятить, то есть правильно выпущенные в осадок соли вас сохранят. Научиться ее замораживать, научиться ее размораживать, научиться ее хранить в темноте, в тишине, в хорошем бокале, сосуде, может быть, с использованием серебряных вещей. Научиться общаться с ней, научиться разговаривать, научиться понимать ее структуру, научиться с ней взаимодействовать, научиться понимать, научиться беречь, научиться, ну я не знаю, научиться ее уважать, научиться ее боготворить. Потому что вода это главное существо нашей планеты, существо, вещество, которое позволит нам в данном случае открыть вот этот вот уникальный источник энергетики организма человека. У вас очень много личных вопросов, очень много вопросов конкретных. Я сейчас, у нас время уже подходит к концу, я сейчас на эти вопросы не буду отвечать, потому что у вас в голове должна остаться концепция, а не какие-то частные вопросы. Поэтому, пожалуйста, мы вам дали телефон для связи, у вас есть кнопку для связи, у вас есть, значит, мы завели ящик специально для помощи, он называется Бутакова 4, знаком 4, help по-английски, собака, Яндекс.ру. То есть вы можете на этот e-mail, Бутакова 4, help, без пробелов, без всего, с маленькой буквы собака, Яндекс.ру. Вы сможете на этот информационный ящик международного портала отправить свой вопрос и задать конкретный вопрос, какая вода лучше, какая вода хуже, какой фильтр лучше, какой фильтр хуже, потому что вопросы у вас все разные, вас достаточно много. И вопросы очень-очень конкретные, которые требуют совершенно конкретного ответа. Моя задача была немножечко другая. Моя задача была сейчас показать вам три блока информации о воде. Первый блок, какая вода в природе, где, что, сколько, зачем, почему, когда. Второй блок, 12 информационно-волновых свойств воды, физико-химических. И это информация, которую должен знать каждый грамотный человек. И третий блок, это вода в организме человека. Что, зачем, почему и как. Информационные сопровождения, методички, как пить, как наливать, как кипятить, как не кипятить, какую воду, откуда брать, откуда нельзя. Мы вам вышлем в ближайшее время, скорее всего, что, наверное, это будет, может быть, даже сегодня, да, или завтра? Это будет завтра, где-то приблизительно в обед, пока подготовят вам всем рассылку. Мы вам вышлем на e-mail, согласно вашим заявленным e-mail. И вы сможете прочитать еще достаточно большой объем информации, которую я в данном моменте не пересказывала. Потому что это достаточно сложно разговаривать о чем-то глобально, концептуальном, об уважении к воде. И давать конкретно. Это разные уровни информации. То есть я вас уверяю, что будет лучше так, вот как мы сделали. Потому что я преподаю уже более 10 лет и проучено много десятков тысяч человек. И я понимаю, что вы можете усвоить, понимаю, что вы не можете усвоить. Если вы запомните хотя бы три вещи, что воды мало, что ее надо беречь, что у нее есть свойства, которые мы можем улучшить, превратив ее в живую целебную воду. И что в организме человека у воды главная роль, что мы и есть с вами одушевленная вода. То есть мы одушевленная вода. И мешочки с клеточными перегородками, через которые эта одушевленная вода общается, взаимодействует, микроциркулирует. Неся к нашим клеткам кислород, питательные вещества, распространяя и удаляя из нашего организма токсины. Взаимодействуя с нашим сознанием. Потому что та информация, которую мы списываем с воды, она активизирует наши внутренние процессы. Вот эти процессы, которые в нас текут, это и есть жизнь воды в природе. Мы будем достаточно часто с вами общаться по воде. И кроме меня есть совершенно замечательные, уникальные ученые, которые имеют биологическое образование. Это и Фролов. Это совершенно потрясающий, уникальный человек, который читает семинары по воде. Это и профессор Зенин, это и многие-многие-многие другие люди, которых мы будем привлекать к этому совершенно нужному, важному, глобальному разговору о воде. Значит, а сейчас мне хочется на прощание поставить вам еще одну снежинку. Эта снежинка танцует и образуется под нашу совершенно замечательную, потрясающую русскую песню, которая называется «Катюша». Эта песня, она многокомпонентная. У нее очень разные тембры. У нее очень большое насыщение различными вибрационными тонами. И посмотрите, как реагирует капля воды на именно нашу музыку. Потому что наша музыка – это музыка, которая у нас заложена в генетике. И наши дети должны расти под нашу музыку. Наши дети не должны слушать. Если хотят, пусть слушают. Если вы хотите, вы можете им давать эту возможность. Но наши дети имеют генетическую память к русской музыке, к нормальной музыке, к музыке, на которой настроена вся вибрационно-кодовая система нашего организма. Японские дети любят японскую музыку. Узбекские дети любят узбекскую музыку. Татарские дети и взрослые люди любят татарскую музыку. То есть у нас существует генетическая память. И вот эта генетическая память, она должна все время обновляться. И если мы слушаем непонятную музыку, непонятных композиторов, непонятных стран, мы нарушаем свое энерговолновое существование. Поэтому мы с вами еще поговорим. У нас, может быть, будет отдельный семинар по волновым. И мы вам покажем, как выглядит радиационная вода, как выглядит сухая капля воды. Поэтому существует... Вот я же сказала, что мы притронулись к практически одной сотой части той информации, которая даже у нас есть. Потому что при помощи воды мы можем делать все. Мы знаем про десятки различных вод. И мы имеем доступ к различным водам, начиная от пограничной воды, заканчивая солнечной водой. Мы знаем все минеральные воды. Мы знаем воды со всех материков, со всех континентов. Потому что это наш профессиональный уровень компетенции. То есть я 12 лет посвятила, просто вот всю свою жизнь, 12 лет своей жизни посвятила тому, что я изучаю поведение воды в организме человека. И я готова с вами делиться всеми этими знаниями. И те люди, которые будут с нами участвовать в международном информационном проекте, мы подготовим для вас к завтрашнему дню определенные рекомендации, которые позволят вам этим заниматься. И мы постараемся сделать так, чтобы все наши знания перетекли через вот этот вот глазок, в который я смотрю уже 2 часа. И не вижу там ничего, кроме отдаленного своего изображения. Чтобы они через этот глазок перетекли к вам. И я думаю, вы на конце этого провода, ну не можете не чувствовать мою энергетику. Потому что я работаю с тысячными залами, и моя энергия, она доходит до каждого человека. Мне хотелось бы получить обратную связь. Помогла ли вам эта информация? Думали ли вы точно так же? Знали ли вы эти сведения о воде? Нужны ли они вам? Понравился ли вам семинар? Потому что мы только начинаем. Я никогда не работала с камерой, это первый мой опыт. И мне категорически не хватает живых людей в аудитории, потому что я очень люблю своих студентов, которые у меня уже 12 лет в 20 странах мира обучаются. И я думаю, что я смогу дружить и с вами через вот этот вот, через этот глазок. Я думаю, что мы с вами обменяемся, что наши энергии, наши знания перетекут по закону информации, по закону времени, по закону воды. Они перетекут и просочатся в ваше сознание, и вы начнете любить воду так, как любим ее мы, начнете уважать ее, начнете благодарить, боготворить. И я желаю вам здоровья. Я желаю, чтобы вы по каплям это здоровье у себя восстанавливали, и чтобы источники энергии, которые имеются в вашем организме, никогда не иссякали. То есть это животворящие источники, которые, собственно, и позволят вам жить дальше. Смотрим, как Катюша активизирует нашу мозговую воду. Можете плясать. Катюша активизирует нашу мозговую воду. 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 Субтитры создавал DimaTorzok